Беги, верблюд, беги! Федерация верблюжьих бегов Объединённых Арабских Эмиратов возобновила зрелищные гонки после пятимесячного перерыва. Возобновлению одного из самых любимых национальных развлечений больше всего обрадовались эмиратские поклонники верблюжьих бегов, владельцы животных и тренеры. Первые заезды состоялись в воскресенье 30 августа на дубайской трассе Мармум. «Сегодня мы начинаем сезон верблюжьих бегов. Каждый год мы начинаем под патронажем его высочества шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Это для шести гонок в августе и сентябре. И два финала, две гонки будут в октябре для тех же самых гонок. И тогда начнётся следующий сезон». Последние крупные верблюжьи бега состоялись на трассе Аль-Вадба в Абудаби 21 марта. Это было всего за пять дней до того, как страна ввела ограничения из-за коронавируса и началась вынужденная отсрочка. Организаторы ввели новые меры – собираться на обочине возле трассы, чтобы поддержать своего бегуна. Теперь не разрешается. К тому же все участники должны постоянно находиться на расстоянии не менее пяти метров друг от друга. Также присутствующие должны носить маски и перчатки. Организатор соревнований рассказал, что гордится, что Объединённые Арабские Эмираты так быстро возобновляют верблюжьи гонки. «Мы столкнулись с коронавирусом, который изменил ситуацию. Мы начинаем только сейчас, потому что в марте и апреле всё было остановлено из-за коронавируса. Теперь мы впервые начинаем верблюжьи бега в новом сезоне. И мы гордимся тем, что начинаем всё и все события и все мероприятия. Действительно, мы гордимся тем, что это происходит здесь, в Объединённых Арабских Эмиратах». Если у человека есть художественный вкус и талант, то проявиться он может в самой неожиданной форме. Настоящий шедевр фуд-дизайна создаёт своими руками кондитер Сиан Эми Петит. Праздничный торт – это не только вкусное угощение. Это ещё и гвоздь программы, и потому его внешний вид имеет огромное значение. Трудно не восхищаться теми кондитерами, которые умеют сделать подлинный шедевр, превращающий любое торжество в королевский пир. Эми не боится экспериментов на кондитерском поприще. Главной особенностью этих сладких работ является оригинальный и яркий декор. Девушка отдаёт предпочтение повторяющимся узорам, а в качестве материала берёт съедобные разноцветные бусинки. Кропотливая работа по созданию очередного фуд-дизайна очень увлекает кондитера. Кроме того, в голове у девушки есть ещё огромное множество нереализованных пока узоров и орнаментов для очередного торта. Одной левой. В китайской провинции Хэнань местные любители волейбола обрели популярность в социальных сетях благодаря своей игре в новый вид спорта – Диаболо-волейбол. Китайские дедушки из Джинчжоу настолько любят такой вид джонглирования, как Диаболо, что придумали новый вид спорта – Диаболо-волейбол. Несмотря на восхищение таким развлечением, пожилым людям надоело только практиковать трюки, поэтому они переместили своё увлечение на волейбольное поле. Теперь спортсмены перебрасывают игрушку для джонглирования через сетку. Диаболо – это специальное приспособление из двух конусов, которые соединены между собой вершинами. Такая игрушка вращается, подбрасывается и ловится с помощью верёвки, привязанной к двум палкам. Мне надоело тренироваться в обычных трюках Диаболо. Для меня это немного скучно. И вот к моей радости появился Диаболо-волейбол. У нас есть мужские пары, женские пары и смешанные пары. Мы состязаемся, мы часто участвуем в различных соревнованиях по Диаболу. Правила нового вида волейбола похожи на бадминтон, однако требуют многих лет практики навыков жонглирования. Как рассказал 74-летний Чэнь Инчунь, он занимается Диаболо целых 18 лет. Совмещение жонглирования и волейбола помогает пенсионеру выполнять норму физической нагрузки. Есть бадминтон, волейбол, а теперь у нас есть Диаболо-волейбол. Диаболо можно считать мечом для игры. Игра Диаболо-волейбол помогает выполнять полностью физическую нагрузку. Даже сейчас мне уже за 70, но я всё ещё могу прыгать. Канадская мастерица Терри Галлон своими руками создаёт просто удивительные хендмейт-игрушки. Рукодельница использует технику валяния из шерсти. Техника валяния из шерсти настолько понравилась девушке, что она решила посвятить себя именно этому виду творчества. Основными моделями Терри становятся представители животного мира нашей планеты. Фигурки зверушек получаются невероятно милыми, и это не случайно. Ведь лучшая награда для мастерицы – это улыбка при взгляде на её работы. Материал выбран не случайно. Войлок как нельзя лучше передаёт теплоту и уют. От этого игрушки Терри становятся по-настоящему живыми, милыми и домашними. Всех кукольных зверей рукодельница создаёт в единственном экземпляре, поэтому в её коллекции невозможно найти две одинаковые игрушки. Спасти своего домашнего любимца от летнего зноя. В дубайском центре досуга для собак Пэтсвиль открылся аквапарк, где четвероногие посетители могут спастись от жары в прохладной воде и поиграть с другими псами. Собакам, как и людям, всегда приятно спрятаться от палящего солнца в прохладной водичке. В Объединённых Арабских Эмиратах температура воздуха достигает 40 градусов, поэтому там возникает особое желание спрятаться от зноя в аквапарке. Поэтому в Дубае появилось место, где можно оставить своего четвероногого друга на пару часов, чтобы он хорошо провёл время. Центр под названием Пэтсвиль открыл свои двери в 2018 году. «Летом собаки хотят купаться и веселиться, но мест и пляжи, куда можно прийти с питомцами и дать им окунуться, очень мало. Дубай всегда первый во всём, что касается инноваций. Неудивительно, что именно здесь открылся собачий аквапарк». Животных оставляют под присмотром опытных инструкторов, которые прошли специальное обучение и сертификацию и много лет занимались дрессировкой. Собаки всегда уходят домой довольные, говорят их хозяева. «У меня два хаски. Это очень энергичные псы. Я часто привожу их сюда. Общение с другими собаками им идёт на пользу. Здесь много инструкторов, и я всегда уверен, что собаки в безопасности. Они возвращаются в хорошем настроении и изрядно уставшие, что мне только на руку». Стоимость посещения собачьего аквапарка начинается от 75 дирхамов. Это примерно полторы тысячи рублей всего за два часа. На сегодня это всё. Смотрите подборку добрых и милых сюжетов по будням сразу после вечернего выпуска СЕВН Формбюро и в течение дня. Всего доброго. Остаивайтесь с НТС и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова